МУЗЫКАЛЬНАЯ ЗАСТАВКА Здравствуйте! В эфире новости. Корреспонденты телеканала 1-й Карагандинский и Ягуль Нуржакин расскажем вам о главных событиях на сегодня. Сараней три вагона с углем сошли с рельс. Нуждаются ли дошкольные учреждения в повышении рождаемости в Караганде? Мисс Зона официально объявлена в Караганде. В Карагандинской области сошел с рельсов товарный поезд. Три вагона перевернулись. Жертв нет. В Саране с рельсов сошел товарный поезд. По словам очевидца, инцидент произошел вечером. Товарный поезд, груженный углем, сошел с рельсов, в результате чего перевернулись три вагона. На месте инцидента работают сотрудники полиции, врачи скорой помощи и ДЧС Карагандинской области. В АО НК Казахстан-Темиржулы инцидент прокомментировали просто. Это не магистральные пути, они к нам не относятся. Они в ведении частной компании. Первый заместитель председателя партии Нур-Утан с рабочей поездкой прибыл в Карагандинскую область. В День молодежи Бауржан Байбек посетил литийно-машиностроительный завод ТО корпорации «Казахмыс», а также встретился с молодежью области. Главным акцентом в работе Нур-Утана является эффективная работа региональных филиалов партии и усиление первичных партийных организаций. Первым пунктом рабочей поездки Бауржана Байбека было посещение Карагандинского литийно-машиностроительного завода. Более 20% жителей области трудятся на производстве. На заводе «Казахмыс» производится сборка техники «Казбилаз». Данная техника является одним из крупных объектов в рамках государственной программы ФИР. Здесь выпускается свыше 3000 наименований продукции и трудится более 740 человек. По поручению Ельбасы партия Нур-Утан держит на пульсе вопросы молодежи по поводу трудоустройства, качественного образования и трудовой практики на производстве. Именно поэтому вторым пунктом из рабочей поездки Бауржана Байбека стала встреча с молодежью области. Жасултан, мы считаем, должен быть площадкой, где молодежь может решать свои проблемы. Жасултан – это не просто сверху то, что исполняет основные поручения Нур-Утана. Нет. Жасултан для нас – это будущее. Во второй половине дня Бауржан Байбек принял участие в 19-й неочередной конференции Нур-Утан. Председатель отметил, что для эффективной реализации плана Ельбасы сегодня партия перешла на новый формат работы. Он основан на проекте «Целевом подходе», где важен конечный результат и четкая ориентация на конкретного избирателя. На конференции председателем Карагандинского областного филиала партии был избран Аким области Нур-Махамбет Абдебеков. Бауржан Байбек вручил Нур-Махамбету Абдебекову партийный билет нового образца. «Уважаемые коллеги, спасибо за доверие. Хочу выразить признательность за это доверие и заверить вас в том, что приложу все свои знания, усилия, опыт для того, чтобы достойно выполнять ту миссию, которую вы у меня возложили. И думаю, что, соответственно, мы сможем работать и в нашей партийной областной организации привести на новый, более высокий уровень». На конференции также был обсужден проект партии Нур-Отан по противодействию коррупции на 2015-2021 годы. Бауржан Байбек подчеркнул, что программа призвана изменить сознание граждан, восприятие коррупции в целом. Ануар Сейдрахим, Нур-Султан Исаев, Бахтиар Успанов, 1-й, Карагандинский. Первая национальная экспедиция Казахстана отправляется в Карагандинскую область. С помощью отечественных беспилотников ученые будут искать исторические места на древней земле Сарарки. В уникальном путешествии примут участие около 30 ученых. Историки и краеведы, археологи и биологи планируют за две недели тщательно изучить древние захоронения и наскальные рисунки. Именно в Карагандинской области, по мнению многих историков, скрыты секреты целых поколений казахского народа. Есть предположение, что некоторые из обнаруженных в этих местах курганов возвели еще древние гунны. В предгорьях Улытау расположены мавзолеи легендарных Алашхана, Джучи, старшего сына Чингисхана, и прославленного музыканта Домбаула. Отечественные археологи уверены, это лишь малая часть целого пласта истории казахского народа. Участники научной экспедиции рассчитывают пополнить местную коллекцию исторических находок и рассказать об Улытау всему миру. Для этого эксперты планируют обновить географические карты, проложить новые туристические маршруты и снять документальные фильмы. Впереди небольшая реклама. Оставайтесь с нами. Спонсор показа Galaxy Group. Производитель продукции торговых марок Allugal. Galvin. Herkule. Торговая марка Galvin представляет Эконом-серия профиль Galtec 53-й серии. Эконом-система трехкамерных профилей монтажной шириной 53 мм представляет собой качественное и экономичное решение. Если вам нужны внутренние перегородки в магазин, офис, балкон или лоджию, это ваш профиль. Стандартная система – профиль Galvin. Профиль Galvin 60-й серии. Это система четырехкамерных профилей с монтажной шириной 60 мм. Идеально подходит для любого климата и региона. Система стандарт относится к классу А, а значит полностью соответствует современным требованиям к качеству оконных и дверных профилей. А теперь новинка. Серия эксклюзив. Пятикамерный профиль Galvin 70-й серии. Монтажная ширина 70 мм. Пять камер и наличие дополнительного паза для резинового уплотнителя значительно повышают тепло и звукоизоляцию. Толщина лицевых стенок 3 мм. Помимо белого цвета профиль Galvin выпускается в шести цветах. Золотой дуб, махагон, мореный дуб, темно-коричневый, орех и серый. Но и это еще не все. Имеются профили односторонней, внутренней и наружней ламинации всей цветовой линейки. Все профили торговой марки Galvin и Galtec не содержат свинца и на 100% соответствуют санитарно-эпидемическим нормам. Профиль Galvin морозостойкий, надежный, прочный. К другим новостям. В Караганде рождаемость за последние годы увеличилась. Ее динамика с каждым годом растет примерно на 2%. Вместе с демографией растет и очередь в дошкольные учреждения города. Каково на сегодняшний день соотношение дошкольных учреждений и нуждающихся в них, в семьях попытались разобраться наши корреспонденты. Статистика свидетельствует, рождаемость в Казахстане за годы независимости выросла на 10%. На сегодняшний день, по статистическим данным, в шахтерской столице наблюдается положительная динамика рождаемости. Причем 62,2% детей появляются у молодых мам в возрасте от 20 до 29 лет. По демографической характеристике в 2012 году на свет появилось 5045 детей, а в 2013 году родилось 8904 малыша. А за последние 6 месяцев текущего года число родившихся увеличилось еще больше. За последние 6 месяцев в городе Караганде родилось 4305 человек. И по сравнению с аналогичным периодом прошлого года, количество родившихся увеличилось на 3%. Доля мальчиков составляет 52%, девочек – 48%. Это разница в количестве родившихся между полами. Естественно, как вы знаете, мальчиков всегда рождается больше, чем девочек. Наряду с ростом населения растет и число детей дошкольного возраста. В городе Караганде функционируют 75 детских садов, из них 62 – государственные. В таких учреждениях воспитываются 15217 маленьких карагандинцев. По городу Караганде около 22 тысяч детей дошкольного возраста стоят в очереди в детские сады. На сегодняшний день обеспечена потребность населения города Караганда и дошкольных учреждений стоит очень остро, так как идет депрождаемость детей, приток населения из сельской местности. Особенно это ощущается остро в Октябрьском районе. Это наш Майкуток, наш Шахтинск. К сожалению, проектная мощность садов у нас, общая проектная мощность рассчитана на 13 тысяч, а у нас воспитывается 15 тысяч. Более двух тысяч мы набиваем большую мощность. Молодые родители говорят, что очередь в детские сады движется медленно. И для того, чтобы получить место в дошкольных учреждениях, приходится ждать долго. Мы пошли за свидетельством о рождении получать и сразу, как получили, мы сразу встали на очередь. Нам сказали, что я получил в ЦОНИ бумагу, что мы 36-е по списку на очереди. Я пошел туда, в садик, узнать, когда же подойдет наша очередь. Но мне сказали, что в этом году даже не надейтесь. Возможно, в следующем, но тоже не факт. Мы были наслышаны, что надо долго ждать это. Поэтому мы заранее пошли и встали на очередь. Сегодня в стране строятся новые родильные дома. Перинатальные центры оснащаются новейшими технологиями. Проводится ранняя диагностика возможных заболеваний плода. Забота о будущем нации – это повышение внимания к вопросам материнства и детства. Эти слова президента красной нитью вплетены в жизнь казахстанского общества и ежедневно подтверждаются самой действительностью. С повышением качества жизни казахстанцев значимость и количество дошкольных учреждений будет ежегодно повышаться. Успевают ли за спросом наши власти? Гульнур Жакен, Олжас Габазов, Вахтиар Успанов, Первый Карагандинский. Свой 70-летний юбилей сегодня отмечает почетный гражданин города Караганды Эдуард Хамитович Матросов. Депутатский корпус от всей души поздравил заслуженного тренера республики по боксу и кикбоксингу с этой знаменательной датой. Виновнику торжества вручили подарки и поздравительный адрес. А в нем, помимо теплых слов, была подчеркнута значимость всех достижений Эдуарда Матросова для города, области и государства в целом. Мы глубоко уважаем, любим вас, потому что вы человек, как говорят, один из азаматов Караганды, Казахстана, потому что вы всю свою жизнь посвятили подрастающему нашему поколению, прекрасному виду спорта. Эдуард Матросов на протяжении многих лет выносит большой вклад в развитие спорта и образования в нашем городе. Им подготовлены десятки мастеров спорта и чемпионов республиканского всесоюзного мирового значения. Эдуард Матросов имеет многочисленные награды за свой труд. Карагандыцы благодарят вас за то, что вы всегда делитесь своим бесценным опытом и мудростью. Сегодня вы празднуете прекрасную дату, и мы желаем вам крепчайшего здоровья, долгих радостных лет жизни среди любимых и отзывчивых людей. Акционерное общество «Казахтелеком» приступило к реализации второго этапа собственной программы внедрения и развития государственного языка. Для этого в Караганде собрались региональные представители основного оператора связи в Казахстане. Проведение регионального выездного семинара по вопросам внедрения и развития государственного языка в акционерном обществе «Казахтелеком» стало продолжением большой и плановой работы всего коллектива. Сегодня программа внедрения казахского языка рассчитана уже на 2014-2016 годы. На сегодняшний день у нас широко внедряется дистанционное обучение. Новый метод обучения – это проведение вебинаров. И все это проводится в соответствии с государственным тестом стандартами. На семинаре рассматривались не только вопросы изучения казахского языка, но и применение его на практике. А для этого существует самый яркий и запоминающийся момент – это конкурсы. Казахская песня будет звучать и на семинаре. Предыдущие конкурсы, которые были проведены в юго-восточном и западном регионах, показали очень хорошие результаты. Я считаю, что наша молодежь очень талантлива. Семинар продлится три дня. Методика изучения и внедрения государственного языка будет распространяться по всем региональным организациям Акционерного общества «Казахтелеком» Республики Казахстан. Сергей Высокосов, Айдын Жакан, Бахтия Роспанов, Первый, Карагандинский. Женщина всегда должна оставаться женщиной. В женской колонии села Куксу прошел конкурс красоты среди заключенных. Вы, наверное, не только красивая девушка, но человек светлый, добрый и мягкий. Учреждение АК-159-9 организовало для заключенных конкурс красоты «Мисс Зона». Участницы демонстрировали зрителям все свои творческие возможности. По условиям мероприятия возраст участниц был от 20 до 35. Отбор прошли 9 кандидатов. Воспитательная работа с осужденными строится на применение форм и методов воспитательного воздействия в плане нравственно-эстетического развития. В связи с чем проводятся культурно-массовые мероприятия в нашем учреждении, где осужденным прививается любовь к искусству, к литературе, к живописи, к культуре. Конкурсантки самостоятельно готовились к данному мероприятию. От платьев до художественной программы. Участницы без какого-либо давления готовили свои выступления. С учетом желания девушек, местные дизайнеры конструировали им наряды. Мы очень трудились, занимались днем и ночью. В общем, нелегко было. Танцы, пение. В общем, в общей сложности три месяца. История данного мероприятия начинается с 2003 года. Уже шестой раз в женских колониях общего режима проводятся конкурсы такого вида. Участницы, которые занимают призовые места, зарабатывают себе баллы, тем самым улучшая свои характеристики. А это может приблизить день условно-досрочного освобождения. Сегодня Аквамыся знает весь мир. Ученые стали серьезно изучать его целебные свойства. Жители села Доскей жалуются на то, что сотрудники Акимата попросили их убрать. Одно из юрт Камысханы. Более того, для поддержания древней казахской традиции местные власти не оказывают никакой поддержки. Семья из села Доскей уже пятый год занимается производством Камыза. Заложив свой дом-залог, они построили две юрты. Местных властей не устроил внешний вид одной из юрт. Но убрав юрту, Камысхана не справляется с потоком клиентов. По этой причине снизился доход, а предпринимателям приходится платить аренду за землю и другие положенные законом отчисления. Прибыль не покрывает расходов. Малое семейное предприятие испытывает серьезные трудности. Мы начали с идеи открыть Камысхану. Заложив свой дом в залог, мы получили кредит от фонда финансовой поддержки в размере 1 миллион тенге. На эти деньги мы купили 4 кобылы. Сейчас, благодаря нашей деятельности, число кобыл выросло до 30. Камысхана работает круглый год. Кульшата отмечает, что Камыс полезен для здоровья, а также помогает при онкологических заболеваниях. Предпринимательница надеется получить добро на свою деятельность от местных властей. Уже 5-6 лет мы занимаемся этой деятельностью. Мой отец в течение 30 лет был табунщиком. Переехав сюда в 1997 году, я решил продолжить дело своего отца, работая табунщиком. Сан Сазбай говорит, что занимается этим делом из-за патриотизма и любви к своему народу, его традиции. В планах у него расширение и улучшение качества своего дела. Как никак, нашу страну посещают люди из разных стран. Сан Сазбай хотел бы, чтобы туристы, посещая Камысхану, отведывали деликатесы казахской кухни. О национальном казахском напитке Камыс вы сможете узнать все в ток-шоу «Шахар», которое выйдет в эфир в субботу, 16 августа, в 19 часов на Первом Карагандинском. Ануар Сидрахим, Нурсултан Исаев, Бахтиар Успанов, Первый, Карагандинский. Это все, о чем мы хотели вам рассказать. Спасибо, что были с нами. Всего доброго. Аман Саввулмсдар. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова